В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В Черкесии отметили День работников текстильной и легкой промышленности. Торжественное мероприятие прошло в Центре молодежного инновационного творчества. Подробности у Артура Мхце. «Каждый пятый товар, реализуемый в Карачаево-Черкесии, произведён промышленными предприятиями. Такая статистика была проведена руководителем республиканского Минпромторга Муратом Гаповым во время торжества в честь людей, которые трудятся в отрасли, где создаются предметы массового употребления из различных видов сырья. Нынешний клиент не читает тем, кто в прошлом пользовался продукцией легкой и текстильной промышленности. Сейчас люди более требовательно относятся к тому, что приобретают. Огромное значение имеют как качество, так и внешний вид изделий. Промышленники вносят самый большой вклад в развитие экономики нашей республики. И если мы возьмём эту отрасль, то каждый 14-й человек из трудоспособного населения в нашем регионе тоже относится к промышленному производству. И это всё, я говорю сейчас о официальной статистике. Вы все прекрасно знаете, что на одного человека официального, там у нас несколько, которые действительно помогают и вносят огромнейший вклад. И наша с вами задача – это как-то всё привести чуть более цивилизованное, наверное, русло развития. Государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать предприятия, в том числе лёгкой промышленности. Но их деятельность должна быть задокументирована. Помогать развиваться тем, кто находится, так сказать, в серой зоне, никто не будет. Впрочем, о моделях поддержки производителей и предпринимателей так осведомлены. Поэтому в торжественный день речь больше шла о тех, кто уже зарекомендовал себя с лучшей стороны. Парламентом Карачаево-Черкесии депутатами-единоросами был отмечен труд представителей бизнес-сообщества, примеру которых могли бы последовать и другие. А также образовательных учреждений, воспитанники которых, не исключено, пригодятся для решения на предприятиях самых смелых проектов. Наша компания работает с 2012 года. Уже более 10 лет на рынке текстиля, вязаного трикотажа. Также запустили второе производство в 2019 году. Сейчас обеспечиваем выпуск порядка 50 тысяч головных уборов в месяц, плюс одежда такая, как футболки, костюмы, худи, лох, сливы. Участники мероприятия получили ценные подарки от Народного собрания Республики и регионального Минпромторга. Артур Махцер, Асулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый информационный день. Продолжая совещание на телеканале «Россия», ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем программы русской редакции. В 14.30 в Вести, Карачаево-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Удачной всем пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова